Ох, инсайд! Для него что футбол, что балет. Я же затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют ход по системе Дубль-Ве. А нам плевать, у нас 4-2-4. Здесь команда не пробегала, значит я первый. Спортсмен я. Похож? Нормальный спортсмен. Раньше болельщиком был. Фанат. Любой результат сразу угадывал. Мне друзья спрашивали, скажи, кто победит? Я отвечал, наши. Они спрашивают, а кто наши? А кто победит? Ни разу не ошибался. Однажды хоккей пошел смотреть. Ну как все, купил бутылку пива, чипс. Сижу, как все, кричу, шайбу, шайбу, шайбу. Дождался. Шайбу в глаз дали. Я обиделся, бутылку пива кинул в судью. А кто рядом сидели, меня бить начали. Че бьете, спрашиваю, не попал же? Они говорят, вот поэтому и бьем. Ну хоккей зимний вид спорта, а у нас зима короткая. Я в футбол пошел. Хорошо играл. Сразу бомбардиром встал. А дальше даже гол забил. Так вся команда меня так целовала, у меня все пломбы повылетали. А тут судья засвистел. Я говорю, не свисти, дорогой, денег не будет. А он обиделся, гол отменил. Ну в футбол я долго не играл. Трава высокая, бегать тяжело. О, щекотно под мышками. Я пошел в баскетбол. Ну нормальный баскетболец, че смеетесь? Я как эту баскетбольную корзину вижу, зверею. Ни разу не забил, не из-за того, что не могу. Просто у меня привычка. Не люблю чужую корзину ничего класть. Вы думаете, я для баскетболя маленький, да? Высокий, вы думаете, хорошо? У нас один спортсмен, рост 3 метра 10 сантиметров. Так он пошел к своей любимой девушке, ну как джентльмен с бутылками шампанского, там шоколадка, цветы. Зашел к ней в квартиру, хрущевку, и головой потолок проткнул. Представляете, картина, все внизу, шампанское, шоколад, цветы, брюки, а голова наверху у соседки. А к ней в это время как раз муж из командировки вернулся. Он как увидел на полу эту голову, как заорет. А-а-а, правильно соседи говорили. Как только я за порог, к тебе мужики прямо из-под земли лезут. Ну, баскетбол я долго не играл, прыгать тяжело и зарплата маленькая. Я бокс освоил. Самим Валуевым дрался. Валуева, знаете, медведь, гигант. Мы с ним стоим на ринге. Он 118 ударов сделал, все в воздух. Меня не может найти. Ну, большую. А я так снизу прицелился и катал по тому месту, что ниже пояс называется. Валуев упал. Судья кричит, нельзя, нельзя, ниже пояса нельзя. Я говорю, не кричи. Это ему ниже пояса, а мне выше головы. И чтоб судья не обиделся, я Валуеву еще раз поды никак дал, он вообще не стал. Чистая победа, нокаут. Спасибо жене. Она мне на счастье в подкову положила перчатки. Сейчас коньки осваиваю. Ну, все звезды катаются, я тоже хочу. У тренера спрашиваю, что надо, с чего начинать, чтоб на коньках кататься? Надо коньки точить. Он говорит, нет. Я говорю, надо на льду стоять. Он говорит, нет. Научись сначала на костылях ходить. На костылях я уже хожу, на коньках стою. Так что, если Дима Билан опять на Евровидение поедет, около него буду крутиться я, ваш спортсмен. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ